Богом всегда благословляется то место, где собирается народ Божий. И когда мы открыты и внимательны, то это благословение, оно входит в нас, оно входит в наши сердца. Вы знаете, Бог много приготовил для нас. И мы огорчаем Дух Святой, когда мы уходим с пустыми сердцами или руками. Это как, знаете, когда вы ждете кого-то в гости, и многое что-то приготовили, и человек пришел, ничего не взял, не поел там, и ушел, и даже не заметил вас, пройдя к вам. Потому что, когда мы собираемся вместе, Бог, Он здесь. И мы все приведены Духом Божьей любви в дом любящего Отца. Он здесь главный. И каждый раз, когда мы собираемся, Он что-то приготовляет для каждого из нас. Притом для вас, может быть, это будет удивительно, но Он приготовит лично для каждого из вас что-то. Он знает, на какой стул вы сядете. Возможно, вы сели сегодня не на тот стул, на котором вы всегда сидите, но Он что-то приготовил уже на другом стуле, зная, что вы сядете на него. И Он здесь. Настолько, насколько мы внимательны к Духу Божьему, настолько мы получаем. Нам нужно научиться не обкрадывать себя на Божьи благословения, на Божью любовь. Потому что есть многое, что хочет нас удержать в плену суеты, пустомыслия, чего-то просто внешнего, происходящего, не такого важного, от того, чтобы мы не получили самого главного. Но мы должны учиться максимально быть благословенными в Боге. Каждый из нас, я верю, молится, Господи, благослови меня, или благослови ближнего моего, или церковь, или людей. Я думаю, что мы часто совершаем различные молитвы, в которых есть слово Господи, благослови. Но также очень важно, чтобы мы умели быть теми, кого благословляют. Потому что в большинстве случаев Божьи благословения не достигают нашего сердца или нашей жизни по нашему неверию. Неверие, оно начинается с невнимательности, или, может быть, с рассеянности, или, может быть, с небрежности, с чего угодно. Но Бог желает, чтобы, когда мы собраны вокруг имени Его, чтобы мы это время, наше сердце, все наши мысли, хотя бы здесь посвятили только Ему. Иначе у нас не получится в жизни. Конечно, каждый бы из нас желал, чтобы вся наша жизнь была такая, правда? Но какой-то начаток должен быть. Потому что если будет правильный святой начаток, правильного состояния в церкви, то и целая жизнь она будет потом и свята, и правильно настроена. Бог реален, и Он с нами. Вы знаете, я часто говорю, что мы не играем здесь. Мы собраны для серьезных вещей. Каждый нас здесь собран для того, чтобы находиться в том месте, где есть спасение души нашей. И ничего нет важнее того, что мы ищем правильного состояния сердца и хождения перед Богом. Я немножко засвидетельствую. Я в прошлый раз говорил о том, что мы молились за Катю. Хочу просто сказать, как Бог дальше действует. Каждый день кто-то молится. Разноверующие приходят. Мы еще с братьями и сестрами во вторник молились. И во вторник уже Бог дал, скажем так, видимые знаки исцеления. То есть мы верим, что Бог работает в ее теле. Во вторник, когда мы за нее молились, до этого, когда я видел у нее, кроме прочего всего внешнего, очень такое, знаете, страдальческое лицо. То есть лицо человека, который просто лежит парализованно, и лицо, на нем просто печать боли. И вот во время молитвы, и Бог очень хорошую молитву дал, ее лицо просто, ну как-то не знаю, все разгладилось. Ну вот кто был на этой молитве? Здесь есть? Можете поднять руки. Можете засветиться. Это правда, что была явная сильная разница до и после молитвы. Лицо просто стало в таком светиться и в каком-то необычайном блаженстве пребывать. То есть настолько было изменение лица человека. И когда мы вчера приехали, она в таком же совершенно состоянии, еще и лучше. То есть как-то, если можно сказать, что как-то даже улыбается. Вот такое состояние. Вот. И к ней приходят разные сестры, там, разговаривают, там, мои молодые сестры. И сегодня она даже произнесла имя одной сестры. Вот. Давайте поблагодарим Господа. Мы просто благодарны Богу, что Он совершает это чудо с нашей Катей, хочется сказать, с нашей Катей. И мы все верим, что милосердный, сильный Бог, да, Он знает, что именно такое исцеление, вот именно таким процессом должно идти. Именно те люди должны приходить, именно так это должно. И мы благодарны за все то, что Он делает. Аминь. Вторая новость у меня печальная. Сейчас во время представления я все равно думаю, говорить мне, не говорить. И потом понимаю, что если я не скажу, то я не смогу проповедовать, мне будет очень тяжело. Я думаю, что в некотором роде, скорее всего, некоторые слова были пророчески сказаны на прошлом служении в проповеди. О том, что Бог, когда приближается, Он очень реален. Нужно понимать, что все по-настоящему, все по-настоящему. И чудеса, и исцеление, и жизнь, и смерть. И один брат, который был на прошлом служении, очень хороший, ну, хороший парень, молодой. Он ушел из центра вчера, сегодня употребил и умер. И, ну, это очень, допустим, как, допустим, горькое известие и печальное. Мать у него верующая, я хочу, чтобы помолились за нее. Не знаю, я надеюсь, что Бог сохранил его дух для вечности. Но все-таки молодая жизнь, она на этой земле прервана. А те, спросим Тебя за сестру нашу, Господи, я не буду называть имена здесь. Я прошу Тебя, утешь сердце ее, потому что Ты только можешь это совершить в трагичный такой момент, когда молодой сын умер. И это скорбь, Господь, конечно, и мы скорбим вместе с ней. Благослови ее, Боже, утешь, просим Тебя, во имя Иисуса Христа. Просто сверхъестественно пошли Дух Свой Святой в его сердце, в ее сердце. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Но вообще, видите, мы живем в реальности. И то, что Бог нам говорит, это все реально. И то, что Слово говорит, это все по-настоящему. И Слово Божие говорит, что жизнь и смерть я тебе предлагаю. Избери жизнь. Я еще раз хочу вернуться к той проповеди в прошлую субботу. Пожалуйста, не выбирайте смерть. Бог любит нас. И нам не нужно уходить никуда от Бога. Это очень опасно. Конечно, мы не знаем, что происходит. Мы до конца не знаем, что происходит за гранью смерти. Можем только надеяться. У меня есть такая надежда. Не могу сказать, есть свидетельство или нет. Не хочу быть как-то нечестным до конца. Но есть надежда, что Бог забрал эту душу. Допустил, чтобы это произошло. Но все-таки дьявол, он ходит, как крыкающий лев. И когда мы имеем от Бога предупреждение особенно. И когда Бог обращается к нам, мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Я бы не хотел, чтобы мы впадали в страх или в оцепенение. Я не к этому говорю. Я говорю к тому, что Бог настоящий, Он живой. И все происходящее настоящее. И когда Бог приближается, все больше и больше по-настоящему будет происходить. Я сказал в прошлый раз, что когда Бог приходит, то приходит все. Это все происходит сверхъестественно. И жизни, и смерти, и исцеление, и болезни. Все просто приходит в таком состоянии. Потому что Его святость это настоящая святость. Но также милость настоящая милость. И нам нужно быть просто в правильном состоянии перед Богом. Не играть. Я сейчас не говорю про этого человека. Я говорю просто уже про другое. Я не хочу говорить. Потому что Бог знает в сердце каждого. И нам не дано право не судить, ничего знать. Да коли не придет тот, который светит все сокрытое во мраке. Мы просто должны в таких ситуациях уповать на милость Божию. Знать, что Бог милосердный. И Бог все знает от начала. Для Бога, конечно, это не было сюрпризом происшедшего. Он все знает от начала. Но для нас очень важно через такие случаи еще больше желать приблизиться, держаться за Бога. Потому что Он через все проведет. Он везде нас защитит. И наш Бог живой и настоящий. Смотрите, Он силен исцелять. Он силен освобождать. Он силен воскрешать из мертвых. Он в наши дни может совершать все то же самое. Нам нужно стоять твердо на стороне света. Нам нужно не быть тут и там. Нам нужно просто принять решение. Потому что Бог в завете с нами. И Он ревнует. Понимаете? До ревности любит Дух, живущий в нас. Также в эти дни продолжал размышлять о том, что Бог желает, чтобы мы могли в полноте войти в то состояние, чтобы отразить Христа в этом мире. чтобы на самом деле мы могли жить в дерзновении, в смелости. Бог желает, чтобы мы были смелые. Послушайте, Он желает, чтобы мы были смелые, чтобы мы не боялись. Не боялись ничего. Чтобы мы имели дерзновение даже в день суда. Потому что каждый из нас придет на суд Христов. Потому что в этом мире поступаем, как Он. И когда я в день не размышлял, а понял, что для того, чтобы поступать в этом мире, как Он, мы должны мыслить, как Он. Мы должны чувствовать, как Он. Мы должны видеть этот мир, как Он. И поступать в этом мире, как Он, это в самом деле есть великое поручение и Божье обетование, что мы можем совершать те же дела, которые Он совершал. Если только мы поверим и согласимся, что мы можем иметь ум Христов, если мы, наконец, откажемся полагаться на свой разум, потому что Слово Божие говорит однозначно, проклят человек, полагающийся на разум свой. Вы знаете, в притчах это написано. И там не говорится о том, что проклят то полагается на разум, что, значит, не нужно думать или быть безумным человеком. Там именно говорится через несколько стихов благословен, кто приобрел мудрость от Бога. Потому что наш человеческий разум поражен грехом. Его невозможно трансформировать или поправить как-то. Но Бог в Духе Святом дает нам возможность мыслить, как Иисус Христос. Пророк Исайя говорит, что жаждущие, идите все к водам и пейте. Если не имеете серебра, приходите, берите даром молоко и мед. Ой, простите, молоко и вино. И дальше, несколько стихами ниже, Исайя говорит, мои мысли, Бог говорит, не ваши мысли, мои пути не ваши пути, но как небо выше земли, так и мои пути выше ваших путей. И как снег и дождь снисходят и напаяют землю, делают и способные произращивать истину, так и мое слово никогда не возвращается тщетным. Но я даю вам свои мысли. Открыты ли мы в своем сердце, чтобы Бог вложил нас в свои мысли, чтобы мы начали просто быть наконец внимательны к мыслям Духа Святого в нашем сознании. Ведь это же и есть суть Нового Завета. Потому что Бог говорит, я уже не тот завет заключаю, который заключил с домом Израилевым, когда вывел его из земли египетской, но я заключаю Новый Завет, я возьму и вложу законы мои в мысли ваши. Я возьму свои мысли и вложу ваши мысли. Готовы ли мы согласиться и мыслить этими мыслями, которые Бог в Духе Святом вкладывает в нас и начать жить этим божественным мышлением. И Он заботится не только о нашем мышлении, Он говорит, вы можете, можете, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Вы можете иметь те же чувствования, которые были во Иисусе Христе. И это с нами происходит, если мы внимательны к происходящему в нашей душе. Вы знаете, когда мы сверхъестественно имеем любовь к ближним своим, это не от нас, это Божий дар. Потому что всякое даяние, добрый дар совершенно не сходит свыше от Отца Света, в котором нет ни тени перемен. Не обманывайтесь. Потому что все, что человеческое, оно близко к бесовскому, к сожалению. Но Бог желает нам давать чистую воду жизни. И когда мы открыты, и когда мы внимательны, то мы можем слышать Бога. Аминь. Мы можем слышать эти мысли, которые Бог вкладывает в нас. Мы можем понимать, что это Божий Дух говорит, имеющий уши слышит да слышит. И овцы знают голос пастыря своего. И Бог желает, чтобы мы не просто, чтобы мы не просто были просто. Он желает, чтобы мы были внимательны голосу к Его. Потому что Он вкладывает свой закон в наши мысли. Он вкладывает его в сердце наше. Он дает нам его прочувствовать. И Он дает нам понять, и дает внутреннее свидетельство в нашем сердце, что оправдание закона исполняется в нас, живущих не по плоти, но по духу. Потому что помышляем о духовном, а не о земном. Помышления земные суть смерть, правда? А помышления духовные что? Есть дух и жизнь и мир. Но Бог желает, чтобы мы научились это все различать внутри своего сердца. Чтобы мы понимали, к чему ведут наши помышления. Что происходит после наших мыслей в нашем сердце. Чем наполнена наша голова и что это производит в нашем духе. Чтобы наши навыки были приучены к распознаванию добра и зла. Чтобы мы понимали, что добро это всегда то, что приходит от Бога. А все, что нет от Бога, это зло. Не чтоб мы сами в своей голове жили плодами дерева познания добра и зла, корни которого одинаковые. На одном дереве это растет. И думали, это хорошо, это плохо. Но чтобы мы понимали, то, что от Бога, это хорошо. А то, что не от Бога, да, это плохо. И в духе знали, когда это от Бога, а когда нет. давайте откроем Исаии 51. Первый стих. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Аминь. Послушайте. Во-первых, давайте посмотрим, стремимся ли мы к праведности. Здесь стоит слово праведность. Потому что невозможно искать Бога без стремления к праведности. Это не может быть. Но если на самом деле мы родились от Духа Божьего, то в нас вложена эта необычная способность постоянно искать Его. Правда? И когда мы не находимся в состоянии поиска Бога, нам плохо становится, и мы ничем это не можем компенсировать в своей жизни, потому что все то, что мы будем компенсировать, оно будет убивать нашу душу. Знаете ли вы это? Переживали ли вы это в своей жизни по-настоящему? Но Бог говорит, ищите меня, пока я близко. Ищите, пока меня возможно найти. Приблизьтесь ко мне, я приближусь к вам. Исправьте пути ваши. Невозможно Бога искать без стремления к праведности, к правде, к справедливости, как точно и так же, что невозможно и не нужно, и неправильно стремиться к праведности без поиска Бога, потому что это тоже ничему хорошему не приведет, приведет к какому-то законничеству, ненормальности. Мы не должны просто стремиться к праведности, мы должны искать Его. Всем нашим сердцем, всей нашей жизнью, всем нашим временем мы должны сказать, Боже, мое время в Твоих руках. Ты вечный, но все мое время в Твоих руках. Сколько времени дьявол ворует у нас каждый день? Сколько? для того, чтобы в это время не было наполнено Богом, который желает благословить нас и сделать нас счастливыми, вне Бога нет возможности быть человеку счастливым, потому что так Бог устроил человека и нету шанса ни одного. еще глаз не видел и ухо не слышало, что Бог приготовил на стуле для каждого из вас, на котором вы сидите сейчас. Какие благословения, какие подарки, какие часы счастливой жизни наполнены Его присутствием. Сколько много нереализованного, сколько многого, чему мы не прикасаемся, сколько много мимо чего человек проходит по невнимательности, сосредоточенный на себе, на своем я, на удовлетворении своего эгоизма, проходя мимо Божьих благословений. Как мы невнимательны, мы в прошлый раз говорили к Духу Божьему, живущему в нас. А Он не просто в гости пришел, Он поселился в нас, Он живет в нас. Но не бывает ли это так, что это все время часто остается как просто зачаток, как залог просто. И можно себя утешать, но я же имею залог Духа Святого. Но Бог желает больше, больше, Он безмеры Духа дает. Он желает не просто залог, Он желает, чтобы в нас столько было Духа, чтобы из нас из чрева реки воды могли живо потечь, чтобы многие могли напиться этого. Потому что безмерно нету меры у Бога, как Он желает благословить нас. Если только мы, если мы только согласимся, что Библия это истина, наконец-то, если мы только согласимся по-настоящему буквально все понимать и жить так, потому что те, кто пребывает в Слове Моем, истинно, ученики Мои, не просто какие-то христиане, не просто протестанты или католики, не просто харизматы, Мои ученики, а кто может быть учеником Иисуса Христа? 14 глава Евангелия от Луки, когда за Иисусом шло множество людей, он сказал об этом. Он стал говорить с этими людьми и сказал, вы, говорит, хорошо подумали вообще с кем вы ходите? Если кто не возьмет крест и не идет за мной, не может быть моим учеником. Кто не возненавидит отца, своего мать или сына или ближнего ради меня, не может быть моим учеником. И если вы решили построить башню, вы начали посчитайте издержки. И сможете ли вы, готовы ли вы, и если вы вышли на войну против другого царя, подумали ли вы, потому что кто не отрешится от всего, не может быть моим учеником. Аминь. Не то, что он попытается, он просто не может. Он просто говорит, посмотрите, рассчитайте, посчитайте эту башню, выгодно вообще со мной ходить или не выгодно. И в другом Евангелии сказано, что многие потом перестали с ним ходить. Просто душевному человеку это может показаться безумием, то, что Иисус сказал. Как это возненавидеть своих родственников. Но то, что Иисус говорил, это не был призыв к негативным чувствам по отношению к ближнему. Это было конкретное упоминание о том, что если вы решили быть со мной в завете, в завете есть две стороны, и каждый умирает ради другой стороны. Готов ли ты все, что ты имеешь, со своей стороны положить ради меня? Потому что когда Авраам, когда Бог заключил завет с Авраамом, и Авраам разрезал животные на две части, и две части были положены, это показывало две стороны завета, которые готовы, если нужно умереть, если нужно все отдать ради другой стороны, удивительно, сам Бог огнем сошел и прошел между этими животными, прошел между рассеченными частями, показав, я в завете с тобой Авраам, и он ему дал все то, что обещал ему, но он с него тоже спросил, не сразу, 20 лет прошло почти, но через 20 лет он сказал, готов ли ты сына своего отдать, готов ли ты поставить мои отношения со мной выше своего сына, так и в жизни верующих бывает, что Бог с нас не сразу спрашивает нашу сторону завета, да, мы заключили с Богом завет, правильно сказать, он заключил с нами завет, он нашел нас, он возродил нас Духом Святым, да, мы погреблись крещением в смерть, да, мы отождествили со смертью Христовой, да, мы погрузились в воды, да, мы сказали, я умер, не живу для себя, и конечно, может быть, мы тогда и не понимали даже всей полноты, и не сразу это может спроситься, у Авраама 20 лет прошло, но приходит точка жизни, которая называется Исаак, когда Бог говорит, отдай мне свою жизнь, ты можешь подумать, если бы я все знал, Бог знает кому что знать, может быть, младенцам и не полезно все знать, но приходит, когда человек возрос духовно, Бог Духом Святым подводит его к осознанию того завета, в который этот человек введен. Теперь вопрос, выгодно ли идти за Христом? Апостол Павел решил, что выгодно. Он говорит, я все рассчитал и все посчел ничем ради превосходства познания Иисуса Христа. Я, говорит, все исследовал и решил, что все почитаю ничем, потому что то выгоднее и превосходнее и почитаю это превосходнее намного. Итак, какова цена ученичества? Скажите мне, какова цена жизнь? Иисус сказал, если ты попытаешься душу свою сберечь, ты ее потеряешь. Но если ты душу свою потеряешь ради меня, ты ее сбережешь. Он говорил это о завете. Он говорит, готов ли ты зайти за мной в завет, в котором ты свою душу полностью отдаешь и посвящаешь мне? Если не так, то ты не сможешь ее сберечь, иначе завет не работает. Давайте откроем Псалом 49. С 3 стиха прочитаем. Господь Бог наш и не в безмолвии. Перед Ним огонь, а, простите, грядет Бог наш и не в безмолвии. Перед Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ Свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со Мною при жертве. Аминь. Иисус грядет. Он скоро придет. может сегодня, может через сто лет. Я не знаю. Я знаю, что скоро Иисус придет. И нужно каждый день Его ждать. И Он придет прежде всего, прежде всего за Своей невестой. У Иисуса много планов на этой земле. Что Ему нужно сделать? Он придет судить эту землю? Но прежде всего Он придет за Своей невестой, которая готовит себя всю свою жизнь ко браку, к свадебному торжеству, о чем говорится в книге Откровения, что наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей одеться в весон светлый и чистый, которая есть праведность святых. И вот это святые, те, которые вступили в завет с ним при жертве. Аминь. Понимаем ли мы в нашей жизни, что мы в завете с Богом состоим? Я уже сказал, что мы могли и можем не до конца это осознавать, потому что Бог нашел нас, Он приобрел нас кровью Своей, но Он Духом Святым нас подводит к осознанию вообще того, что с нами произошло и происходит. Притом мы находимся на многом лучшем завете, чем люди в Ветхом завете. Мы имеем намного лучший завет, который был заключен с израильским народом, потому что Он установлен на много лучших обетованиях, правда, и даже на много лучших условиях, говорит послание к евреям. Потому что это единственный завет, который от вечности был в сердце Бога. И все остальные лишь только указывали, подготовливали младенческое человечество, чтобы возрастить его к этой точке, где будет заключен этот основной завет в крови Иисуса Христа. Потому что Бог желал соединения с человеком. Бог всегда желал этого завета, но у завета есть две стороны, правда? Без завета нет отношений с Богом, без жертвы нет завета, без отношений с Богом нет спасения. Понимаете как все это важно? Нет спасения без отношений с Богом личных. Нет личных отношений если нет завета, нет завета если нет жертвы. Вот так. И как этот вопрос решить? Человеку невозможно, Богу возможно. Как можно заключить вечный завет с теми с кем нельзя заключать завет? Потому что на них нельзя положиться. Потому что те заветы которые заключались та сторона не выполняла. каким образом можно договариваться Израилю с Хамасом? Или еще что-то? Просто по-человечески. Какие договора можно заключать? Спасибо. Итак как небо может заключить завет землей? Как соединить с нашим пониманием несоединимое только под главой Иисуса Христа? Бог Сын Божий становится человеком и он занимает и ту и другую сторону в этом завете. Аллилуйя. Вот это разрезанное умертленное животное две стороны стороны Бога и сторона человека это есть Иисус Христос. Он Сын Божий Он Сын Человеческий. Он говорит я беру ответственность за человека. Я беру ответственность за человека. Наш завет построен на самых лучших условиях. Наше условие только верить в Иисуса Христа. Он представляет нас перед Богом. Он ходатай нового завета. Он посредник. Он тот кто зашел во святое святых. Мы имеем эту надежду что наша сторона представлена нашим человеком на небесах. Но мы должны пребывать в нем. Иначе это не работает. Какой хороший завет новый. Как все хорошо. Как все хорошо сложилось в жизни. Как нам повезло. Какие мы счастливые люди. мы живем во время благодати Божьей. Мы знаем Иисуса Христа. Он открылся Духом Святым. То что не могли мудрые достичь своим разумением Бог открыл детям своим. Бог вступил в завет с нами при жертве Иисуса Христа. Он верный и его завет непоколебимый. И Иисус поэтому умер чтобы мы были живы. Но на этом все не заканчивается. А продолжение следует. Дух Божий нас подводит к тому что нам нужно по настоящему отождествиться со Христом. Потому что если мы не умрем с Ним то мы и не воскреснем. Аллилуйя. Это все должно быть по настоящему в нашей жизни. Если мы не пойдем посвящения если мы не займем ту сторону завета которая человеческая сторона Иисуса Христа если это не будет происходить в нашей жизни то нам этот завет не поможет. почему потому что Дух Святой нас всегда будет вести к тому чтобы мы распялись Христу не жили для себя а жили ради Него Аллилуйя. Вся проблема в том что никто не хотел умирать. Все хотят жить но хорошо не все простите меня большинство хотят жить для себя но невозможно невозможно искать Бога и жить для себя возможно но тяжело потому что как только человек начинает по-настоящему искать Бога Дух Божий начинает его приводить его душу самостоятельную душу в состояние как он думает самостоятельную душу в состояние смерти ради Бога и человек уже может сказать ибо не я уже живу а живет во мне Христос а что ныне живу живу верою Сына Божьего умершего за меня и воскресшего за меня Аллилуйя вот счастливая жизнь вот она вечная жизнь вот она небесная жизнь сегодня берите ее чего вы сидите на вашем стулех это все положено приготовлено для вас Иисус когда собрался с учениками взял чашу и сказал это есть кровь нового завета мною проливаемая во искупление грехов многих взял также хлеб и преломил и сказал с ее из тела мое ломимое за вас ученики христа только имеют право есть небесную пищу он только с учениками это совершил да один от начала был неверующий но только ученики имели право прикасаться к крови и к телу кого и именно тогда когда он преломил свое тело за столом он начал умирать уже он уже вошел в состояние смерти потому что Иисус сказал что три дня и три ночи сын человеческий будет находиться в состоянии смерти он будет в очреве земли и уже когда на вечере он преломил хлеб уже начался отчет о смерти и первая ночь была с четверга на пятницу вторая ночь была с пятницы на субботу и третья ночь была суббота на воскресенье когда он воскрес аминь конечно там люди выискивают противоречия как это совпадает все совпадает в боге если в духе святом ходить они с логарифмической линейкой библию измеряют и с циркулем на вечере начался момент смерти крестной Иисуса Христа он уже пасхальный агнец начал умирать прямо там и прежде всего за своих учеников и только его ученики имеют право прикасаться и брать кровь и его тело потому что то что мы совершаем мы смерть Господню возвещаем мы каждый раз обновляемся в том завете который Бог заключил с нами при жертве мы каждый раз здесь обновляемся в этом завете а Бог придет за теми кто состоят в завете с ним и восхитит их на небеса навстречу раз в мгновение ока представляете ужасный раз и ты говоришь а куда все делись какая неприятная ситуация и так каждый отвечает сам за себя давайте договоримся для начала не думайте что вот он пастор он за меня отвечает мне хватает знаете за себя самого отвечать а то что я еще за кого-то отвечаю лишь только в том помазании которое мне Бог дает каждый решает сам за себя по одному будем приходить представить перед Богом давайте ходить один на один перед Богом давайте сегодня ходить перед Богом и когда мы встречаемся вместе пускай каждый из нас ходит перед Богом и как брат Юрий говорит пророческие слова ходил енох и не стало его это церкви это церкви это пророческое слово к церкви вот так церковь ходила ходила смеялись над ней смеялись а ее взял и не стало смеется тот кто смеется на небесах и так когда Бог призывает нас Он говорит всегда четко и понятно избери жизнь избери свет не дружи с миром прелюбодеи прелюбодейцы вот эти слова такие как бич это слова того кто состоит с нами в брачном завете поверьте мне что поймите тот завет о котором мы говорим это брачный завет это не просто завет это мало того что завет двух друзей да Бог нам друг да Он нас усыновил но еще мы его невеста понимаем ли что наше будущее предопределено быть невестой Иисуса Христа Насколько все замечательно я просто попытался себе невестой представить мне не получилось но все равно я как-то подумал он говорит вот это мне нравится и потом тебе говорят все твоя жизнь теперь имеет цель какую готовься к свадьбе как невесты к свадьбе готовятся но невесты намного больше чем женихи готовятся правда невесты правильно готовятся к свадьбе внимательно готовятся изучают все правильно вот невеста должна вся готовиться туда скажите важно ли невесте во что она будет одета жениху важно женихи разные бывают я вам не буду говорить женихи бывают разные какие женихи бывают но невеста невеста она и так важно как она одета будет праведность святых что за праведность святых наши праведные дела это это праведность святых, наша праведность, те дела, в которых мы проживем. Смотрите, как бы нам не остаться голыми, Слово Божие говорит. Не соглашайтесь на маленькое, лишь бы туда прийти, только бы прийти и все. Хоть из огня, но прийти, из огня неприятно приходить, а больно. Это не просто утешающие слова, да, они утешают, что можно прийти, даже как из огня, но поймите, все-таки придется через огонь пройти. Я не знаю, что это за огонь, в котором все дела сгорят просто, которые не на Боге построены, но лучше же не гореть никак вообще, не вечно, не временно, а просто нормально прийти одетым в праведные дела святых. И не в мини прийти, и не полуголым прийти, а прийти полностью одетым нормально, солидно, красиво. Знаете, почему это важно? Потому что как придете, так в вечность будете ходить. Там уже не приобретешь все. С чем пришел, с тем и ходи. Не позвольте никому восхитить ваш венец. Все то, что сегодня приготовлено на вашем стуле, это ваше. Берите полностью. Нужно быть жадным до духовных вещей. Нужно быть безразличным для мирских вещей, но жадным для духовных вещей. Потому что это вечные вещи. Потому что Бог от вечности приготовил их для нас. Чтобы мы обильно благословились всем во Иисусе Христе. Чтобы мы жили просто богато духовно. Чтобы мир его, как река, проистекал. Чтобы сила Божья обитала на нас. И чтобы мы просто ходили в силе Божьей. Наконец-то. И чтобы мы желали, да не просто лишь бы как-нибудь туда дойти. Мы просто все порабощали тело свое. Как апостол Павел. Мы стремились. Мы были подвижниками для того, чтобы добежать. И занять первое место. Не то, что кто-то рядом, второй или третий. Каждый бежит на своей дорожке. Но в конце дорожки у каждого есть разные места. Только на моей дорожке. Ты можешь занять на своей дорожке. Первое, второе, третье место, четвертое. И как бы из огня. Братья и сестры. Бог определил нас быть победителями. Ну поймите, мы победители в Иисусе Христе. Мы серьезные люди. Мы невеста Христова. Давайте не будем растрачиваться. Давайте не будем соглашаться на какую-то унылую религиозную жизнь. Потому что в ней легко и потеряться. Давайте будем, вложимся по полной. Но когда Дух Божий нас подводит к тому, когда Бог заявляет, я заключил завет с тобой. Через Иисуса Христа. Я родил тебя Духом Святым. Я дал тебе власть быть Детем Божиим. Ты родился на этой земле. Не от крови и от плоти просто. Не от хотения мужа. Ты от меня родился и пришел с небес. На эту землю. Может быть месяц назад. Может три года назад. Но ты мой, ты из моего сердца вышел. И я заключил завет с тобой. Я все сделал. Я занял человеческую сторону. Я умер ради тебя. Ну так дай же, чтобы этот завет в тебе действовал. Чтобы ты наконец согласился, что смерть Христа должна действовать в тебе. Чтобы и воскресенье Христа действовало в тебе. И во мне. И в нас. Аллилуйя. Как только человек перестает играть в христианство, ему будет хорошо. Ведь вопрос-то не в христианстве. Вопрос во Христе. Практический вопрос. А что происходит, когда человек приходит в точку Исаак? Имеет ли он возможность отказаться? Да. Можно сказать, не я тебя избрал, а ты меня избрал. Вот ты меня и веди. Если бы я все это знал, интересно будет спросить, а если бы все это знали, неужели бы вечную смерть избрали бы? Просто человек невозрожденный, нерожденный, вообще ничего не может знать, потому что его нету. Понимаете, почему Бог условия завета не дает понять человеку до покаяния? А как он может понять, если он мертвым, по преступлениям лежит? Как можно прийти в морг и сказать, кто здесь хочет договор подписать? Условия хорошие. Самые лучшие кто? Никто. Все мертвые. Надо вначале воскресить его. Понимаете? Бог по своей благодати и милости воскресил нас Духом своим святым. Он нас вел в этот завет. Он нас взрастил. Он поднял нашу веру. Он подвел нас к той точке, которая есть решение в посвящении и говорит, ну теперь готов? Не сегодня, Господи. Надо же и для себя пожить. И что тогда происходит, когда человек приходит в точку Исаак и отказывается? Отказывается, потому что боится потерять тот комфорт, который дал ему Бог. Потому что он возлюбил комфорт и благословение, а не того, кто ему это дал. Что происходит? Ничего. Его и на второй, и на третий, и на четвертый год оставят. Он все равно в эту точку будет приходить. Выбора нет. Есть варианты. 15 лет сидит в первом классе. Со мной учился в восьмом классе. Леня, хороший парень. Синица кличка у него была. На 5-6 лет у меня старше. Мы с ним за одной партой сидели. А я и так-то невысокий был. И вот мы с ним сидели, он такой. Сидели там, в карты играли. Он там... Он и еще хотел остаться. Уже, по-моему, на седьмой раз. Потому что не хотел выходить из восьмого класса. Так на экзаменах его приняли как-то там. Я даже помню, как перед ним сидели, учебник открывали. Что написано? Не знаю. Правильно. Синица сдал. Молодец. Все такие, о, наконец он сдал. Лишь бы в ПТУ пошел. Лишь бы его из школы выпихнуть. Вот так и мы. Господи, я слабенький. Только меня не трогай. Только не сейчас. Если Бог нас приводит на экзамены, сдавайте на пятерки. Не воинством, не силой, но Духом Божьим мы можем пройти все. Если Бог подводит нас в точку посвящения, не хватайтесь ни за чего. Потому что, когда мы проходим это, мы переходим из славы в славу, из веры в веру. И тогда путь праведника, как светило лучезарное, светлеет с каждым днем. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, через Которого Ты заключил с нами завет в крови и в ломимой плоти Его. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты ходатай Нового Завета, и наш завет основан на самых лучших условиях и обетованиях. Что Ты представляешь нас, как людей на небесах. И также Ты представил Бога нам, показал нам Отца Небесного. И что Ты соединил земное и небесное под Своей угловой. И Ты нас вводишь в это состояние, Божий Завета, с Отцом Небесным. И чтобы мы не жили для себя, и чтобы мы могли просто отречься и положить свою жизнь на жертвенник, и предоставить себя, свои тела в жертву Богу, живую, святую, благоугодную, для разумного служения. Чтобы мы могли обновиться духом ума нашего, иметь разум Христов, и отречься от наших, просто от нашей гордости, от нашего плотского мышления и превозношения. Потому что Ты посрамишь всякую мудрость мира сего, которая есть безумие перед Тобою. Боже, мы просим Тебя, пускай тот завет, новый завет, лучший завет, самый лучший завет, который Ты вложил в мысли наши, чтобы мы не губили его, но принимали в Духе Святом мысли Духа Святого и жили Духом Твоим Святым. И чтобы мы были внимательны к слышанному, чтобы не отпасть и растворяли его верой внутри нас. И чтобы оправдание закона исполнялось в нас, не просто где-то снаружи, в нас, в нашем сердце, чтобы мы стремились к праведности и искали Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за все. Благодарим, что все по-настоящему. И мы знаем, что Ты желаешь для нас самого лучшего. Ты приготовил для нас будущность и надежду. Спасибо Тебе за все. Благодарим Тебя в имени Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok